Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». 11.06 в Кирове. Это программа «Дневной разворот». Точнее, ее рубрика «Разворот на бизнес». И сегодня трое ведущих в студии. Традиционно теперь уже, потому что вторая программа. Мы традицию эту вырабатываем. Прерывать не собираемся. Владимир Сметанин, Светлана Занько и Олег Прохоренко. Главный редактор газеты «Бизнес-новости». Наш соведущий. Теперь уже постоянный в студии. И Денис Князев поддерживает наш эфир. Спасибо, Денис. Наш звукорежиссер. Нужно представить сразу же двух гостей, которые сейчас находятся вместе с нами здесь. Это Альберт Запольский, глава Департамента дорожного хозяйства и транспорта. Здравствуйте, Альберт Владимирович. Добрый день. Добрый день. Богома Джамалуддинов, депутат Законодательного собрания и директор Дорожного комитета Кировской области. Управление Дорожного хозяйства Кировской области. Экс-директор. Экс-директор. Да, с 2004 по 2008 годы. Здравствуйте, Богома Оливьевич. Так что разговор у нас сегодня пойдет о дорогах. Разговор пойдет о дорогах. Я бы хотела сразу же передать слово Олегу Прохоренко, потому что, я признаюсь честно, я сегодня буду вникать в этот вопрос, пытаться всех услышать. И для меня самая важная, вот моя цель, понять, что происходит вообще. На самом деле, выбор спикеров сегодня не случайен. Действительно, очень интересно было бы услышать позиции. Дело в том, что Богома Оливьевич, сколько я знаю, занимается дорожным строительством сейчас, не строительством, ремонтом дорог. Да, и в прошлом руководил ремонтом дорог на территории всей Кировской области 5 лет назад. Вот. И начнем, наверное, с события, которое произошло буквально на прошлой неделе. Радостное событие, хорошее событие, когда наконец-то был создан мостик, круглогодичное сообщение с Подосиновским районом. То есть замкнули цепь, пусть там нехти какая хорошая дорога, пусть это бетонка, но круглый год можно по территории области, раньше ездили по Вологодской области, доехать до Подосиновца. Вот этот участок Скрябина-Альмиш как раз на прошлой неделе открыли. И вопрос, который я уже задавал Эльберту Владимировичу, но я думаю, что радиослушателям тоже было бы интересно услышать на него ответ. Когда все-таки у нас будет дорога уже не по бетонке, будет дорога щебеночная, хорошее сообщение, быстрое сообщение с Подосиновским районом. И второе, почему начали строить не от Кирова, а участок, который идет как раз-таки со стороны Подосиновца. То есть участок, надо объяснить, что участок Скрябина-Альмиш это соединение Подосиновского с Опаринским районом. В то же время, если бы строили от Опарина до Альмежа, до поселка в Опаринском районе, то уже жители этого поселка могли бы иметь сообщение прямое с Кировом. Можно отвечать? Да. Я бы для начала хотел, Олег, вас поправить, потому что мы немножко неправильно сформулировали. Мы на самом деле открыли не плохенькую бетонку, а совершенно новый участок дороги в гравийном исполнении. Да, щебенка там все-таки. Да, в щебеночном исполнении дорога с твердым покрытием, поэтому сегодня в любое время года можно ездить. То, что вы говорите, это тот участок, который сегодня представляет собой дорогу местного значения, которая... Связывает районы. Которая сегодня используется в качестве одного из участков маршрута, который связывает город Киров. И еще раз хочу поправить не только с Подосиновским районом, но еще и с Лусским. Потому что сегодня, открыв участок Альмиш-Скрябина, мы связали оба района, я имею в виду и Лусский, и Подосиновский, с областным центром. Потому что сегодня по существующей сети местных дорог можно проехать уже на легковом автомобиле из Лузы до города Кирова. Как вы сказали, там плохенькая старенькая бетонка, это участок в районе Зари, Зари-Альмиш. Да, там на самом деле старая бетонка, которая сегодня эксплуатируется. Да, пускай там не в самые комфортные условия, но тем не менее круглогодичный проезд обеспечен. Что касается второй части вашего вопроса, да, почему Альмиш-Скрябина, а не Скрябина-Опарина. Вот как раз именно поэтому. Потому что если бы мы построили Скрябина-Опарина, то ездили бы жители только Скрябина, да. А построив Скрябина-Альмиш, мы тем самым именно присоединили уже де-факто к городу Кирову, как раз по автомобильной сети, автомобильно-дорожной сети Подосиновский и Лусский район. Я так понимаю, что следующий участок будет как раз-таки Опарина-Альмиш. И когда, какие сроки, то есть какие задачи ставятся уже сделать прямое автомобильное сообщение, чтобы не делать этот крюк? Ну, у нас на 9 сентября был назначен аукцион по подбору подрядной организации. Сейчас, к сожалению, он сместился, потому что поступила жалоба какой-то организации, неизвестная пока. Ну, название понятно, но никогда эту организацию не поступила жалоба. Сейчас будет в федеральной теме монопольной службы эта жалоба рассматриваться. Соответственно, сроки, наверное, немного сдвинутся. Но в любом случае, в сентябре месяце мы аукцион проведем, определим подрядную организацию. И у нас, по крайней мере, по состоянию на сегодня, по проекту в 2015 году дорогу, последние 26 километров построить и сдать в эксплуатацию. Я слышал сумму 800 миллионов рублей на строительство вот этого последнего участка. Ну, ориентировочно, да, Сергей Владимирович Черчков озвучивал. Это много, и это средства из Дорожного фонда. Откуда они возьмутся? На самом деле, сумма сегодняшняя 1 миллиард 250 миллионов рублей. А уже? То есть уже? Не уже, она всегда такая была. Это ведь проектно-сметная документация на строительство. Это ведь цифры не с потолка берутся. Понятно, что и все это проходит в государственную экспертизу. Цена сегодня утверждена. 1 миллиард 250 миллионов рублей на 26 километров. Средства эти, как вы правильно отметили, из Дорожного фонда Кировской области мы строим за свой счет. Без привлечения федеральных денег. И опять же, во что бы вылились затраты, если бы там была дорога? Надо объяснить, что дорога щебеночная, да, то есть покрытие щебеночное, не асфальт. Во что бы вылились затраты, насколько они были бы больше, если бы было асфальтовое сообщение? И почему пока решение об асфальте не принято? Ну, если было бы асфальтобетонное покрытие, цена проекта была бы процентов 20-25 дороже, потому что асфальтобетон достаточно дорогое удовольствие, с одной стороны. С другой стороны, сегодня прогнозная интенсивность не очень высока, и то покрытие, тот тип дорожной одежды, который проектировщиками принят, который был по техническому заданию, а именно щебеночная, вполне удовлетворяет тем потребностям, которые там будут. Поэтому мы сегодня не видим особой необходимости тратить бюджетные деньги на то, чтобы делать там асфальтобетон. Увеличивается интенсивность, увеличивается спрос на эту дорогу, безусловно, будем переводить ее в асфальтобетонное покрытие. Но нужно учесть, что там достаточно серьезные природные условия, да, болотистая местность, тяжело очень, да? По крайней мере, строители, то есть темп дорстроя, организация ИСКОМИ как раз говорили о том, что строить там очень сложно из-за влажных почв, болотистой местности. Там приходится делать очень много выторфовки, заменять грунты. Строительство в лесу, это ведь не, там, не вожди города Киров, да, построить дорогу. Это реально в лесу, где поблизости нет ничего. Жилье там редкое, железной дороги практически нет, да, ни электроэнергии, ничего. То есть люди работают реально в тяжелейших условиях. Поэтому, когда мы открывали дорогу, и там кто присутствовал, вы слышали, я первые слова благодарности лично я сказал именно дорожным строителям, дорожным рабочим, которые там работали. Потому что в таких условиях, как бы, это, ну, не каждый сможет это сделать. Они сделали, и, как вы знаете, дорога сдана раньше срока. Значительным опережением всё было сделано, поэтому честь и хвала этим дорожным. 15-й год – это год окончания именно этого направления, направления строительства на север. Есть ли уже план работ по строительству, именно не ремонту, не капремонту дорог, а по строительству дорог в области? Какие приоритеты? – Приоритеты как раз на открытии этого участка Альмеш-Скрябина обозначил губернатор. То есть, если ничего кардинально не поменяется, то, я имею в виду, у нас сегодня есть государственная программа, по которой мы идём, то следующая более-менее серьёзная стройка – это направление на Удмуртию, в Вятских полянах. То есть, как уже рассказывал Никита Юрьевич, мы там имеем мост, серьёзный мост, внеклассный, дорогостоящий, который, по сути, сегодня исполняет функции муниципального моста, связывая между собой Вятский и Полянский район. Но когда он задумывался, он задумывался как серьёзный межрегиональный мост, то есть, связывал через территорию Кировской области, Удмуртию, Татарстан, ну и далее, так сказать. Поэтому следующее наше направление, мы уже, если вы знаете, в прошлом году ту часть, которая связывает нас с Татарстаном, привели в порядок. Теперь нам надо построить уже, теперь не пойти в порядок, а именно строить участок, который свяжет через мост нас ещё и с Удмуртией. – А на сколько там продолжительный участок? – Там сегодня по проектно-сметной документации до границы с Удмуртией порядка 30 километров. Просто сейчас одна не очень большая проблема существует. Удмуртия отозвало согласование выхода на границу. – То есть они должны синхронизировать свой подход, то есть с своей стороны тоже должны быть. – Видите, поскольку эта стройка не имеет смысла, если мы не договоримся с соседями. – А почему Удмуртия отозвала? – У них поменялись, видимо, социально-экономические приоритеты. – А, почему не приоритет теперь? – Нет, не в том смысле. Точка выхода на границу, да, они в своё время планировали в одно место, теперь хотят немножко сдвинуть её. Теперь приходится пересогласовывать проектно-сметную документацию, немножко саму трассу дороги переделывать. – Они уже указали эту точку? – Они пока её не указали, вот мы сейчас в этом отношении активно работаем с ними, просто в Удмуртии идёт достаточно серьёзное дорожное строительство сейчас, и пока для них это направление как бы, ну, финансово не по силам. – А можно я вклинюсь, вот буквально ненадолго, мне бы хотелось в разговор включить Богомой Олевича, потому что этот мост строился в его бытность, да, и каковы были планы по нему. То есть действительно планировалось в дальнейшем построить дорогу на Удмуртию или как? – Одну секундочку, я вас обоих прерву, мы обязательно сейчас услышим ответ Богомой Олевич, я только должна сказать нашим слушателям, что телефон студии 708-502, он работает, это прямой эфир, и вы можете звонить сюда, задавать вопросы нашим спикерам и нам, и вы можете высказываться по поводу того, как нравится вам или не нравятся наши дороги, потому что на сайте хакера.ру и нашей группе ВКонтакте есть опрос, дороги в Кировской области за последние пять лет стали лучше, стали хуже, ничего не изменилось. И перед тем, как мы начинали нашу программу, мы видели, что лидирует, на самом деле, ответ стали лучше эти дороги. – Да, на самом деле это не удивительно, но я думаю, что слушатели, они, правда, по достоинству оценили там изменения, которые произошли. Слово Богоми Олевича. – Спасибо, уважаемые коллеги, я должен подтвердить слова Альберта Владимировича. Программа, которая была принята тогда, она сейчас продолжает работать. Мост, на самом деле, строился с планом вехать на Узмуртию. То, что сегодня правительство продолжает это направление, это эффективно, это надо делать, потому что мост объединяет левобережную часть с правой стороны вязких полян. Соответственно, вложений были почти полтора миллиарда. Значит, соединить муниципальное образование между собой – это неэффективно. Поэтому те слова, которые были сказаны Альберта Владимировича, подтверждаю, они правильные. Так и надо двигаться. – Хорошо. – Что-то я вот здесь не поняла, что значит неэффективно соединить муниципальное образование? – Повторяю, значит, левобережная часть, это у нас Сосновка, по-моему, да? – Да, да, Сосновка. – Там, значит, незначительный поселок или там селение, как называется, точно не скажу. – Поселок городского типа. – А дальше без выхода, допустим, строить. – Ну, то есть нельзя останавливаться на этом, нужно продолжать строику. – Багома Алич, говоря о том, что не очень эффективно использовать полтора миллиарда рублей, связывая между собой два небольших населённых пункта, имел в виду, что на каждый потраченный бюджет на рубль должно быть максимальное количество выгодоприобретателей, да? Поэтому, если мы тратим полтора миллиарда рублей и связываем между собой всего лишь два населённых пункта, это один вариант, да? А если мы тратим полтора миллиарда рублей и при этом начинает пользоваться полуроссия этим мостом, это совсем другой вариант. – Вот это имел в виду Багома Алич, говорят, что не совсем эффективно строить такие полуторамиллиардные мосты, связывая всего лишь между собой два маленьких пункта. – Делайте, пожалуйста, такой исторический экскурс. До того, как был построен такой вот серьёзный мост, как связывались эти два муниципальных образования между собой? – Там ходил паром. – Там был паром? – Конечно. – Это жителей устраивало? – Наверное, да, я, к сожалению, тогда там не жил, поэтому не могу сказать. – Вообще-то, может, он стратегический, и, значит, планы были выхода на Удмуртию. Тогда ещё планировали связи с тем, что тогда отсутствовали дорожные фонды, было очень мало средств дорожной отрасли, не было продолжено строительство дорожной возможности. Сегодня они появились возможности в области, они продолжают. – Ещё раз, Олег, когда был построен мост? – Я не помню дату. – Когда был построен мост? – 2007 год. – 2007 год, с тех пор прошло 6 лет, мост построен, и пока за 6 лет ничего больше не изменилось. – Минуточку, минуточку, что значит не изменилось? – Изменилось? – Конечно, изменилось. Во-первых, построен мост. – 6 лет назад? – Да, 6 лет назад. – За 6 лет. – Досрочно построен мост. – Молодцы. – И несколько десятков тысяч людей сегодня им успешно пользуются. Это с одной стороны. С другой стороны, когда мы говорим, что мы строим дорогу на Удмуртию в том направлении, мы говорим, что мы строим новую дорогу на Удмуртию. Сегодня там дорога есть, просто она старая и уже современным требованиям не соответствует. То есть там и сегодня можно ездить. Но та дорога, которая есть там, она идет, во-первых, а, по населенным пунктам, б, она очень старая, и те нагрузки, которые сегодня там происходят, то есть то количество транспорта, на которое она просто уже не удерживает. Поэтому эта острая необходимость продолжать задуманное тогда еще много лет назад, она сегодня очень актуальна. – Я ведь не спорю, Альберт Владимирович, я не спорю, меня просто удивляет 6 лет, срок удивляет, что построили мост. И вот 6 лет уже прошло, а мы еще не знаем. – Не забывай, что 2008 год был год кризиса и урезания всех программ. Вот, по моим ощущениям, это как раз произошло именно из-за этого. То есть, может быть, это мое предположение. – Первоначально вывести дорогу на Удмуртию планировали в каком году? – Я повторю ситуацию. Значит, до Ниму строился 95% федеральных денег и 5% областных денег. В сегодняшний день, как вы знаете, 100% строительства или ремонта дорог идет из областного бюджета. Значит, соответственно, тогда не было областных денег для продолжения данной программы. – То есть, федеральные потратили, а дальше знали, что денег нет, и вот 6 лет теперь сидим в этой дыре. – Почему дыре-то? Я вас не понимаю. Еще раз говорю. Раньше, вот давайте так, попросили исторический эксурс, да? Если автомобильный транспорт двигался по направлению из центра Москвы на Урал или с Урала в центр страны, вот по тому направлению, да, для того, чтобы пересечь реку Вятку, использовали паромную переправу в деревне Ганьба, которая и сейчас успешно функционирует, да? – Было принято решение, что поскольку маршрут очень активно используется, построить мост. Построили мост, маршрут продолжает использоваться, но еще раз подчеркиваю, он продолжает работать, дорога есть, люди ездят, но сегодня интенсивность настолько высокая, и тогда уже, когда мост строили, понимали, что интенсивность серьезно возрастет, что понимали, что надо будет продолжать строительство дороги. Вот сейчас к этому вопросу и вернулись. – Я прервал по этому мосту, в принципе, наверное, более-менее мы разъяснили, и исторические экскурс дали. У меня вопрос другой. У нас в приоритетах по Кирову и для многих кировчан, а больше для транзитов, да, не меньшее значение имеет объезд, да, потому что сейчас автомобили, которые идут через Киров, они идут прямо по улицам города, по улице Ломоносова, производственной, Луганской и Дзержинского. Когда и вообще есть ли в приоритетах этот западный обход города Кирова, есть ли проектно-сметная документация, утверждена ли она и так далее? – Вот Богомай Алиич мне соврать не даст, потому что начиналось это в то время, когда он руководил дорожным отраслью Кировской области, при нем формировалось техническое задание, экономическое обоснование делалось, при мне это закончилось. – То есть, да, на сегодняшний день готово, 100% готова проектно-сметная документация, она прошла государственную экспертизу. – Какова цена вопроса? – Строительство западного обхода города Кирова, ну или продолжение, да, завершение обхода, у нас по документу называется западный обход города Кирова, сегодня более 11 миллиардов рублей. Бюджет Кировской области такие суммы не потянет. – Ну, это треть бюджета, ну, там, четвертая часть бюджета. – Подождите, бюджет дорожного фонда? – Нет, нет, бюджет области. – Областной бюджет, да, это треть областного бюджета, да, это очень серьезное сооружение. В те годы, когда вот начинали его проектировать, когда планировались, опять же, Богома лично соврать не даст, существовало постановление правительства Российской Федерации, которое устанавливало требования к дорогам, которые являются обходами областных центров, ну, центров регионов, да. Это обязательно должна быть дорога первой категории, там, со всеми вытекающими последствиями, да. Поэтому это очень дорогостоящий проект получился у нас. Мы, к сожалению, когда его начали, потому, как говорится, была точка невозврата пройдена, и мы должны были именно в этом ключе его завершить. Вот, поэтому тогда предполагалось, что он будет строиться за счет федерального, в том числе, бюджета, да, там, по крайней мере, большая часть будет софинансирования. Сегодня, к сожалению, федеральный бюджет крайне неохотно помогает регионам. Я слышал даже байку, что, ребят, какой вам обход, мы и так денег выделили вам на взлетно-посадочную полосу. Ну, я про такое ничего не слышал, поэтому сказать не могу, но сегодня мы активно пытаемся попасть в федеральную адресно-инвестиционную программу, которая будет помогать регионам такие серьезные проекты софинансировать. Мы сегодня уже прошли согласование в Росавтодоре, документы направлены в Минэкономразвитие, ведется работа с Министерством финансов Российской Федерации для того, чтобы нас либо в 2014, либо в 2015 году включили федеральную адресно-инвестиционную программу, и мы с помощью федерального бюджета все-таки начали строительство западного опода города Кирова. Но это ведь тоже софинансирование, да, то есть областной бюджет какую-то долю должен быть выделен? Да, безусловно. Ну, сегодня сложно сказать, как это будет, если нам все удастся сделать, сложно сказать, какой будет процент. Раньше мы традиционно работали 5,95, то есть 5 из областного бюджета, 95 из федерального. Сегодня, я знаю, подобные проекты есть и по такой схеме софинансируются, есть и более там суровые, скажем так, схемы, да, там 20-80, то есть 20 из регионального бюджета. Но в любом случае, если федеральные органы власти все-таки такое решение примут и окажут нам содействие и включат нас в федеральную адресно-инвестиционную программу, понятно, нам придется пересмотреть свои государственные программы, чтобы максимально деньги перебросить все-таки на этот проект. Потому что, как говорится, такими подарками не разбрасываются. А есть ли у нас строительные организации в области, которые могли бы взяться? Понятно, что это конкурс, но вот этот проект действительно такой серьезный, грандиозный. Остались ли еще строители, которые могут это сделать? И Богомиалевичу тоже вслед этот вопрос, как человеку, который занимается этим. Ну, Альберт Владимирович, если можно. Да, ну, смотрите, дорога первой категории, 4 развязки в двух уровнях, серьезные, очень серьезные. К сожалению, я должен констатировать, сегодня на территории Киевской области нет подрядной организации, которая бы способна была построить такой объект самостоятельно, без привлечения субподрядчиков. То есть даже Виат Автодор, можно сказать, гигант? Гигант, но у него другая специализация. Он специализируется на содержании и ремонте автомобильных дорог. А стройка это совершенно иное. Это надо иметь специальное оборудование, людей, которые именно строительством занимаются. То есть это очень серьезно, это нечто иное. Виат Автодор создавался и существует именно для содержания и ремонта дорог. Ну, и для небольших строительных. Небольшие дороги он строит там, сельские дороги строит там. Муниципального, как вот значит. Да, да, да. А вот такой серьезный объект, должна быть очень серьезная дорожно-строительная организация, которая с большим опытом работы по этому. К сожалению, на территории Киевской области таких нет. Ну, и в принципе, наверное, последние годы особо-то и нужды не было. А, Богомарий Ильич, вы видите кого-то? Я вот в этой части как раз-то не согласен. Значит, есть в области предприятий, которые могут за такие объекты браться, в том числе и от Автодор. Там глубокие специалисты, там есть техника. Значит, они раньше строили. Возьмем такие организации, Альберт Владимирович, как ДЕП-43, ДЕП-2. Всегда занимались строительством. Ну, не в таком масштабе, Богомарий Ильич. В принципе, что такое масштаб? Тем самым нормативным, те же самые условия работы. Так же строить, так же, все, есть бумаги на месте. Я так понимаю, что... Лишь бы рабочие мозги были, ум был, техника. Остались, все можно делать. Что все равно это будет субподряд. Да, все равно будут привлекаться субподрядчики. Самое главное, чтобы были допуски для выполнения таких работ, для строительства дорог. Что значит, все равно будет субподряд? Ну, если привлекать федералы, они в любом случае будут субподрядные организации нанимать для того, чтобы исполнять этот заказ. Вы знаете, я знаю достаточно большое количество организаций на территории Российской Федерации, которые очень серьезные объекты строят самостоятельно. Приезжая в другой регион, они все привозят свое. И рабочих. И рабочих, и все как до гвоздя. Все привозят свое. На месте, как говорится, только вода и земля. Вот эта вот сумма в 11 миллиардов рублей будет интересна, будет интересно таким, я просто хочу масштаб представить, таким вот организациям, которые целый поезд рабочих с собой привозят и технику. Безусловно, это очень большой объем, это очень хорошие деньги. Это очень, 11 миллиардов рублей треть бюджета. У нас есть телефонный звонок. Да, все верно. Алло, добрый день. Алло, алло. Да, мы слушаем вас. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Володя меня зовут. Да, Владимир, слушаем вас. А скажите, пожалуйста, вот сейчас как раз беседу там ведете по дорогам. Да, да, да. Вот Кирово-Чепецкий район, станция Просница. Когда там дорога будет сделана? Мы вас поняли, спасибо. Спасибо, коротко и ясно. Давайте по Проснице не успеем. После рекламы быстро ответим и продолжим по одной дороге. Хорошо. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот». Мы говорим о строительстве и ремонте дорог и будем говорить еще о государственно-частном партнерстве. В этой сфере деятельности у нас в студии Светлана Занько. Это я. Очень приятно. Здравствуйте. Приятно с собой поздороваться. Владимир Сметанин смеется тут надо мной, сидит напротив Олег Прохоренко. Не смеется, Олег Прохоренко. Улыбается. Альберт Запорский, глава Департамента Дорожного Хозяйства и Транспорта. И Богомат Жамалудинов, депутат Заксобрания Кирской области. В прошлом директор Дорожного комитета и управления Дорожного Хозяйства. Слушайте, звонил товарищ Владимир и спрашивал, когда будет дорога в Проснице. Тут мы понимаем, что это не наша сегодняшняя тема. Она отчасти наша. Нужно просто, может быть, Альберт Владимирович объяснить, какова структура взаимоотношений по муниципальным дорогам. Ну, если позволите, тогда просто для слушателей, может быть... Справку. Да, некоторую справочку. У нас сегодня в Российской Федерации, в соответствии с нашим специальным законом, есть такой закон 257-й, федеральный закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, определяет три уровня автомобильных дорог. Дороги федерального значения, дороги регионального значения и дороги местного значения. Соответственно, три уровня, три зоны ответственности. За федеральные дороги отвечает Росавтодор. У нас на территории Кировской области есть федеральная дорога Вятка, которая проходит с юга на север и связывает через Кировскую область Сыктывкар и Чебоксары. У нас есть региональная сеть, порядка 3000 километров дорог, за которую отвечает правительство Кировской области. И у нас есть сеть дорог местного значения, за которую отвечает муниципальное образование. Сеть дорог местного значения составляет порядка 12 тысяч километров сегодня. Если отвечать на вопрос Владимира, который интересуется дорогой на Просницу, то вот как раз дорога на Просницу, это дорога местного значения, относится к ведению Кирово-Чепецкого района, поэтому вопрос надо туда адресовать. Я, к сожалению, сейчас не смогу вспомнить по Проснице, ремонтируется там в этом году или нет. А на местном уровне финансирования каким образом осуществляется строительство дорог, ремонт? Значит, финансирование. Областной бюджет выделяет, да? До этого года, то есть включая 2013 год, у нас что в дорожном фонде, когда он создался, у нас, как вы знаете, уже второй год он функционирует, что до создания дорожных фондов всегда были предусмотрены субсидии местным бюджетом на ремонт и содержание автомобильных дорог. Сегодня, когда создался дорожный фонд, у нас уже последних два года четыре вида субсидий предусмотрено. Это субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, это субсидия на ремонт улиц на целённых пунктах, это субсидия на ремонт дворовых территорий и субсидия на строительство сельских автомобильных дорог. Общий объём денег, который перечисляется сегодня в местные бюджеты, составляет порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей на эти цели. Я благодарю сейчас Альберту Владимировичу за эту справку. У меня есть предложение, если Аня Лапшина меня слышит, записывать подобные вопросы или приносить нам сюда в студию. И слушателям напоминаю, что у нас есть телефон для СМС 8909-720-101-0. Пожалуйста, пишите туда свои вопросы, мы их будем потом зачитывать, если мы будем успевать, потому что мы таким образом соскочили с темы, которая на самом деле очень важна и интересна. Это западный обход города Кирова, необходимость разгрузить западную часть нашего города, что там тяжеловесные машины не ходили, или вообще трафик был нормальный, экология, правильные трафики. А вообще город? Вообще город Киров и 11 миллиардов рублей, которые необходимы для строительства этой дороги, понятно, что город и область сама не потянет. Мы лелеем надежду, что нас включат в федеральную программу, и тогда в процентном соотношении, возможно, 95 с федеральной стороны, 5 с нашей стороны. Или в худшем варианте 80-20. Да, или в худшем варианте 80-20. Когда-то мы начнём её строить. Надежду мы лелеем, что мы попадём в 2014 или в 2015 году в федеральную программу. То есть пока мы вот эти два года будем подавать заявки и пытаться туда попасть. Заявку мы уже подали, документы все направили. Там сейчас идёт соответствующая процедура рассмотрения. Ещё раз говорю, Росавтодор мы уже прошли. Они подтвердили, что по всем методикам мы имеем право претендовать на включение в ФАИП. Сейчас дело за Минэкономразвитие. Что они, два года будут решать? Или всё-таки они в 2014 как-то определятся? Тут уже есть такое понимание, называется бюджетный процесс. О, да. О, да. Вот, к сожалению, большую часть людей, и в эту большую часть людей входят в том числе и журналисты, этих вещей не совсем понимают или не хотят понимать, что бюджетный процесс очень длительная процедура. То есть для того, чтобы принять бюджет к 1 января, да, мы уже сейчас начинаем работать и формировать желания, подчёркиваю свои, на ближайшие три года. Формировать желания. Я слышал ещё. Свои планы и желания. То есть формируем государственные программы, заводим под них необходимые суммы, формируем проект бюджета, потом пойдём к Богомей Алиевичу и его коллегам по депутатскому корпусу, будем объяснять, доказывать, что нам необходимы именно эти суммы туда. Ну, я имею в виду сейчас весь бюджет. Они будут с нами соглашаться, либо не соглашаться. То есть этот процесс и эта процедура идёт на все территории Российской Федерации, на всех уровнях. Мы вас поняли. А вот Богомей Алиевич-то не против. Если бы он решал в этот момент, когда принесли все документы на дорогу по западному обходу города Киров, он бы подписал, и всех своих депутатов бы подговорил это сделать. Сказал, надо, надо, надо. Но спортовый возник у нас тут до рекламы. Есть ли в Кирове вообще подрядная организация, которая способна эти проекты осуществить? Вот Алиберт Владимирович Запольский говорит, что нет у нас таких организаций. Только большая крупная федеральная компания может, привезя сюда технику и поезд со строительными рабочими, отстроить такой серьёзный объект. А Богомей Алиевич говорит, что есть. Я не совсем так сказал. Я сказал, что сегодня на территории Кировской области нет подрядной организации, которая способна это сделать. Но есть подрядные организации на территории Российской Федерации, которые могут прийти и всё сделать самостоятельно. Но есть варианты, когда приходят подрядные организации, и начинают они. У меня есть стол и стул, но я вот здесь возьму трактор, вот здесь возьму бульдозер, вот там найму рабочих на это, вот здесь найму рабочих на это, вы мне сделаете вот это. Вот есть и такой способ строительства, и он сегодня как бы никому не запрещается. А это сейчас в сторону Богомей Алиевича? Сейчас вот камень-то бросили. Почему? Я не в сторону Богомей Алиевича. Я говорю, что есть разные способы строительства. Может прийти одна организация, у которой есть всё, всё своё. А бывают организации, которые начинают набирать субподрядчиков в себе. Понятно же, что отношения с организацией, у которой приходят одна, и у неё всё своё, проще и как бы прозрачнее. Я просто как пример, можно я как пример приведу? Да, вот мы сегодня уже в начале часа говорили о строительстве дороги Альмеш-Скрябина. Там пришла организация, у которой всё своё. Тем более, что они прекрасно понимают, что в Патасидонском и Апаринском районе невозможно найти необходимую тяжёлую строительную дорожную технику. Они пришли, у них всё своё. Организация исходная. Они единственное наняли дорожных рабочих на самые простые работы местных, за что им в честь и хвала 90 рабочих мест новых создали в Апаринском районе. Но всё остальное они привезли с собой. А вы, Богомалий, чего молчите-то? Говорите. Я не могу пока... Пожалуйста, у вас не так много времени остаётся до конца первой положенности. Должен сказать, допустим, да. Я сторонник того, чтобы такие объекты при возможности делали кировские организации. Почему? Рабочие силы местные, налоги сюда, всё остальное тоже сюда. От налоги-то это, конечно. Я думаю, что когда к нам приходят, важно, там, в рамках закона, там, всё как положено, да, сторонние организации, как, не важно, там, КОМИ, там, или ПЕРМ, не важно откуда, всё-таки налоги уходят туда, рабочие силы оттуда, всё, другие субъекты. Богомалий Ильич, но вы же законодатель, и вы представляете, что такое конкурс, да? Конкурсы не имеют права ограничивать регионально участвовать в дискриминации. Я хотел подчеркнуть, почему-то. С этой частью я согласен, да. Вот когда Альберт Владимирович говорит, что нет организации Кировской области, я говорю, что Виат Автодор может этим заниматься. У него есть возможность этим заниматься. Чего не хватает Виат Автодору, чтобы чувствовать себя уверенно в конкурсе? Сколько сегодня численность в Виат Автодоре людей? 2300 человек. Мощная организация на Виатской Деппе. Серьезная организация Депп-2, Депп-43. Эти организации всю жизнь занимались строительством. Они могут претендовать на такие объекты, объемы. Просто надо желание иметь этим заниматься. У них должно быть желание? Или у кого должно быть желание? У них в том числе. Может, они не хотят? Нет, они не то, что не хотят. Я ведь прагматик. Я уже, слава богу, 4 года как работу с Виат Автодором, как с нашим основным подрядчиком по содержанию и ремонту автомобильных дорог. Я прекрасно знаю состояние их техники, состояние их людского потенциала. Это раз. С другой стороны, я еще раз подчеркиваю... А что, там полный износ уже техники и людского потенциала? Полный, не полный, но очень серьезный. И еще раз говорю, у всех разная специализация. Виат Автодор изначально и создавался как организация, признана в первую очередь на содержание и ремонт дорог. И я уже, слава богу, в отрасли почти 10 лет. Я имею в виду в дорожной отрасли. И я видел большое количество разных дорожно-строительных организаций. И всегда, я считаю, что сапоги должен отточать, сапожник. И когда прибегает организация, называется дорожная, ну и хватается за любой вид дорожной деятельности, я этого не понимаю. Вот реально этого я не понимаю. Богомай Ильич. Опять-таки, я не согласен. Виат Автодор, это не сапожник. Это дорожники. И там сильные специалисты. Ну так они же ремонтники все-таки. Нет, они строители. Сколько лет они строительством уже не занимались, таких крупных объектов? Да, они еще занимались строительством. Вот таких крупных объектов. Давайте так, Виат Автодор существует 4 года, как организация. Ребята, это от лукавого, не надо так говорить. Ну что от лукавого? Я сам создал эту организацию, я знаю. С августа 2009 года существует такая организация, как Виат Автодор. До этого было 21 дорожно-эксплуатационное предприятие, самостоятельные юридические лица. И у каждого из них действительно была некая специализация. Вот те организации, которые назвал сегодня Богома Алиевич, например, не Нововятская, а, например, Шабалинская депа, оно традиционно занималось строительством. Они строили кусочками дороги. Они кусочками строились. Еще раз говорю, мы сейчас говорим о дороге первой категории. На территории Кировской области первой категории... Сколько километров Богома Алиевич? Пять или шесть. Пять или шесть. Это федеральная трассоветка? Это да, вот то, что в сторону советская идет, если трасса. Все. Ни опыта, ни знаний. Сколько у нас развязок в двух уровнях? Одна. Одна. Одна единственная развязка. Кто ее строил, Богом Алиевич? Не знаю. Я вам скажу. Из Нижнего Новгорода организация. Ее достраивала, когда она уже стояла. Еще раз говорю. У нас на территории Кировской области нет организаций, которые умеют строить двух уровней развязки, которые умеют строить дороги первой категории со всеми вытекающими последствиями. Просто нет. Они никогда этого не делали. Поэтому еще раз говорю. Подход, когда... Если это автодор, и пускай он делает все, что угодно. Не может быть такого. Он под другое создавался. Должны быть специальные люди с специальными знаниями. Я, как глава департамента, первый был бы против, чтобы Ветавтодор участвовал в таком конкурсе. Потому что, еще раз говорю, нет у них таких знаний. Они для другого созданы. Содержать и ремонтировать автомобильные дороги. Все. На этом их задача заканчивается. Слушайте, вот сейчас, через полминуты у нас уже новость. Богом Алиич, хотите еще какую-то фразу? Мне показалось, что Богом Алиич за то, чтобы мы как-то всем миром накинулись на строительство. То есть не один Ветавтодор. Не всем миром. У нас есть и техника в организации дорожников. Есть знания, опыт. Но вы уже говорили. Они это могут делать. Мы поняли. Хорошо. У нас еще много вопросов, касающихся дорожного ремонта и строительства. Мы будем их обсуждать в следующем часе. Государственное частное партнерство в этой области. Остаемся в том же составе. Будем подключать по телефону Павла Кошкина, руководителя дирекции дорожного хозяйства, Евгения Рычкова, главы города Слободского. Если всех успеем, вы звоните по телефону 708-502 через минут 15-20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова